И снова здравствуйте! Друзья мои, мы вам подготовили обзор по всем новинкам, которые поступили на данный момент на конец мая-начало июня в магазин Ikea Нижний Новгород. Вы уже видели, я думаю, у нас на канале много-много обзоров и обратили внимание, что Ikea выпускает новинки так сезонно, да, зимой, весной, летом, осенью. Какие-то конкретные коллекции глобально освещать не будем, будем показывать все новинки, которые есть, но если вам что-то понравилось и очень хочется детальности, прям вот дотошности, как мы это делаем, вы пишите в комментах и мы ставим на очередь и снимаем. Но прежде чем мы пойдем к новинкам, я хочу показать вам одну интересную штуку. Очень-очень часто к нам обращаются ширма. Ширма нужна, допустим, в общежитии, разделить дизайнирование в комнате, где-то там салон красоты, переодевалка. Вот на что мы нашли и сделали дизайнеры Ikea. Ребята, на самом деле, молодцы, большие. Это ширма. Как бы ее вот так. Нет, не получится, там крючки. Там крючки, Дим. Ладно, ломать я ее не буду. Общий план, ты показала ее? Из чего сделали ширму? Взяли вот такие вот стойкие вар. Это у нас получается 174 на 50 глубиной. Если мне не изменяет память, одна такая стойка стоит 600 рублей. Ну, давайте исходить из этого. Это получается 2400. Дим, сколько стоит комплект вот такие? Одна такая вот петля? Ну, не 50. Не 50. Окей, здесь, значит, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ну, пусть вы 10 петель, да, с запасом купите. То есть там еще 300 рублей, 2700. Ну, и здесь еще ткань. Здесь ткань самая дешевая, Дит. Это такая вот тонкая, полупрозрачная. Но в 2 она эффект дает полного закрытия. В общем, такая вот интересная ширма. Мне понравилось. Это необычно. С учетом того, что они все на 50. То есть вот эта ширма на 2,5 метра аж. То есть вот она начинается отсюда. Вторая секция, третья, четвертая. И здесь еще у нас спряталась пятая. Только ее нет. 1, 2, 3, 4. Двухметровая, значит, секция выходит в 3000. Ну, и ткань, считайте сами. Дорого, дешево, не могу сказать. Но ширма, которая раньше продавалась в Икеи, тоненькая икне, стоила примерно столько же. И она была прям совсем маленькая. Здесь такая хорошая полноценная ширма, которую можно использовать в перегородке. Пойдем новинки показывать. Пледы Анне, популярные, давно продаваемые пледы в Икеи, размер 140 на 205. Появился новый цвет. Вот такой вот бело-синий. Бело-синяя клеточка. Любимые всеми пледики. Мы про них уже много-много раз рассказывали и в эфирах, и в обзорах. 600 рублей. Кстати, цены на пледики подросли. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Ну, в разделе какашуль появилась новинка. Грельстем. Двухместный диван-кровать. Стоит 12 тысяч. Дима, давай как-то я уберу, а ты покрупнее покажешь. Очень мне напоминает топчанчик. В прошлом году, когда мы ездили в Крым, в Ростове ночевали на съемной квартире, вот там на кухне стояло две вот таких штучки, да, самодельных. Прямо вот самодельных. Ну, кстати, вот в оранжевом цвете, ну, более-менее смотрится. Подозреваю, что качество исполнения такое же. Не, ну, слушай, 5 тысяч дешево, да, за нее. Может быть, все-таки 12 более-менее еще? Не больше среди, я бы сказала. Да? Ой, так, я тогда как, камеру кладу свою? Потому что я боюсь повредить. Значит, принципы все то же самое, что и у диванов. Не до конца закрытая подушка, внутри подушка разделена на камеры. Подушка здесь хорошая, то есть здесь хороший слой пенополиуретана. Она долго не деформируется, перенабивать ее вряд ли будет нужно. Ткань, Дим, давай покажем покрупнее. Конечно, ткань косит под фрихта, но очень-очень жесткая, немножко неприятная к рукам. В оранжевый попадается вкрапление чего-то такого розовато-фиолетового. Нет, все-таки фиолетового больше. В общем, он такой вот нечисто оранжевый. Ну, цвет, кстати, цвет на пятерку, да, сам вот оттенок цвета красивый. Это и детская, и какая-то небольшая гостиная. Теперь давайте... Теперь я беру камеру и показываю вам, что у нас внутри. Внутри у нас вентиляционные отверстия. Такие вот деревянные направляющие. Ну, кстати, здесь уже более продуманное. Это вот так. Здесь есть боковушка, да, чтобы не обтираться стеной. Он получше по наполнению, чем диван. То есть я не проваливаюсь, я попой доски не чувствую. То же самое. Дырка сюда, небольшой матрасик. Слушай, как диван на кухне вполне, если по размеру подходит. В общем, не так печально. Исполнение, конечно, тоже. Сейчас мы заглянем везде. Здесь уже поменьше мебельных скобок. Но они, конечно, присутствуют. Прям откровенно присутствуют. Тут у нас зачем-то на липучках. Наверное... А, это понятно. На сборку и на случай поломок ремонтов. Здесь металлический штырь. Ну, в общем, вот этот вот... Ну, спорный он тоже для меня по цене. Так что жду ваших комментов, что напишите. Здесь вот уже... Да, о чем ты говорил, что железными вот этими роликами это все оббивается. То есть вот он новенький. От него еще очень сильно пахнет деревом. Но уже все вот это потерто. Представьте, есть ли это постоянная эксплуатация. Да, есть ли это постоянная эксплуатация? Сейчас покажу. Здесь, Дим, пока не до направляющих. В общем, если это постоянно эксплуатировать, убьется это быстро. То есть здесь все начинает крошиться. Само ДСП вообще херового качества. Меня не забанить на Ютубе? Не должен. Пикнешь. Есть такое растение? Есть, да? Хрен. Хреновое качество. Хреновое. Вот. В общем, вот здесь вот для меня очень спорно. Если каждый-каждый день это все открывать-закрывать, убьется быстро, придет неугодность. Так. Ой, не знаю. Да, то есть она вот как-то так не сходу ложится. Так, задняя стенка. Сейчас. У меня камера зависла. Так, задняя стенка тоже все закрыто. По-другому извиняюсь никак. Его не сдвинуть, этот гроб на колесах. Надо вовнутрь заглянуть. Так, значит, берем хво... Берем хвостик, и диван у нас уходит в свободный полет. Я нашла рикшу. Так, колесико. За счет вот этой? А, вот в чем фишка. Поэтому не проваливается, да? То есть она вся... Понятно. Ну что, мы, как обычно, залазим в самую глубь, где никто не бывал. Вот что у нас внутри. Я боюсь, что нас просто скоро перестанут пускать в Икею. Я думала, сейчас скажут, что уважаемый покупатель, отойдите от дивана. Все, смех и грех. Ты вырежешь? Все, молчу. Вспоминается фильм «Бриллиантовая рука». Будь проклят... Нет, это кавказская пленница. Будь проклят в тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. В общем, если мужа после корпоратива отправить ночевать на данный диван... Это доказание. Я боюсь, что он не справится. Я понимаю. Дочь, давай тебе такой диван купим? А? Давай тебе такой диван купим. Мама, я купила парковку. Это напоминает, когда я училась ездить, да, парковку? Все, я не знаю. Фух, все. В общем, плюсы. Прикольный цвет, адекватный ценник. За счет того, что внутри все уделано вот этой мебельной плитой, плотной. Но, блин, механизм. Хотя бы веревочки, что ли, оставили, как у дивана, чтобы он до конца не убегал. Кто купил, расскажите. Есть еще серый цвет. Дим, покажи, пожалуйста, обивку серого. Это то же самое, что у диванов. Твердый. Возвращаем на родину. Я вам сейчас такие офигенные новинки покажу. Но об этом по порядку. Так. Дальше. Здесь у нас есть новенькие чехольчики. Благран. Чехол на подушку. 249 рублей. Синий, белый. Хлопковый. Такой вот интересный рисунок. Как будто напылен. Как будто гуашью нарисован. Да, но на самом деле это вот такое плетение по ткани. Он двухсторонний. Ну, односторонний рисунок один и тот же. Дальше. У нас есть вот такой вот. И на Галилу. Темно-серый в полоску. Тоже хлопковый. 349 рублей. Очень такой нежненький, приятненький. На замочке. Вот эта вот косичка, она как будто бы чуть-чуть... Вот эта косичка, как будто бы чуть-чуть выбитая. И ощущение под пальцами рельефа. Дальше. У нас, по-моему, у горли обновился цвет. Тоже интересный. Да, Дим? Такой благородный серо-синий. Его давно спрашивают вообще часто этот цвет. Интересный оттенок. Так, возвращаем. Кресло и диванчики ланскруна появились в новых цветах. Кресло. Такое вот. Давай, наверное, поближе ткань покажу, да? А ты крупный план сделаешь. Такой серо-зеленый. Интересная ткань. Диванчик. Трехместный кровать. Снимем отдельно обзор. Я понимаю, что это стоит 50 тысяч. Но это полноценный диван-кровать, у которого есть матрас, у которого все продумано. Почему диванчик за 12 тысяч не такой удобный, как за 46? В общем, один удобен на 12 тысяч, другой удобен на 46, да? Вот такой вот серый цвет. Тоже очень-очень приятный, мягенький. Мне вот нравятся тактильные вот эти ощущения под руками, что не колет, не щипет ничего. То есть такой вот комфортность такая присутствует. Это новинки и дальше не новинки. Ну, эту красоту мы уже показывали. Вот как предлагает Икея спать на полу. Почти. Кресло-сольство. По-другому его не назвать. Ханна-Лена розовая была в обзоре, когда шторы снимали? В общем, все, что с этикеткой новинки. Просто мы во всем этом многообразии уже скоро потеряемся. Варианты есть еще серые. Нет, мы показывали полиэстерные занавесочки. Такого красивого пудрового оттенка. Но чуть-чуть жестковатые. То есть это не нежность, как, допустим, у Санеллы, а немножко по грубее ткань. Так, это все не новинка. А, вот такой вот чехол на подушку новинка. Металлисты. 549 рублей. 40 на 65. Темно-серый хлопок. Интересный. Фактура сама интересная. Белое такое вот грубое плетение. Здесь елочка серо-черная. Как обычно, замок. Ну, я думаю, в распродажу пустят. Не в летнюю, так и в зимнюю. У ланскруны появился еще табурет для ног в этом цвете. Есть еще серый. То есть обновили линейку полностью. Маленький диванчик, длинные кресла и такой вот табурет для ног. Вот он двухместный диванчик. Если большой диван стоит 46, и этот стоит 36, и это просто диван. То есть уже не диван-кровать. Просто можно снять подушки. Ну, такой короткий. Жаль, конечно, что в диван-кровать он не делается. Такой вот зелененький товарищ. Так. Это мы уже снимали. Это не новинки. Пойдем, я тебе сюрприз сделаю. У тебя появилось новое кресло. Его очень давно ждали. Да. Оно небюджетное по цене. 22 тысячи. Но это неубиваемое. Вот вы ничего, то есть я не знаю, что с ним ножом только разрезать, да, если. Это не вытрется. Это кожа крупнорогатого скота. Вот такой вот значок пластиковый. Икея заявляет о том, что живая скотинка была потрачена на это кресло. Ну, извините, мы едим куровок. Шкуру куда-то надо девать. Такой вот классный страдмон. Про страдмон мы уже рассказывали, поэтому детально нет смысла на нем останавливаться. Просто показываем, что появилось в офигенном черно-коричневом цвете в коже. То есть это кабинет можно оснастить. Если в ткани, да, очень часто обращались к нам клиенты, что хотелось бы это кресло, но в ткани выглядит несерьезно. Здесь уже прямо дорого-бухато. Нет, оно на самом деле, оно такое вот. Кожа, оно получается уже другого уровня, более стильное, удобное. Оставьте меня, сходите, поснимайте, а я посплю. Может? К нам снова вернулось кресло Тульста. Но только в коже. Его очень-очень просят, просят в ткани. И мы очень надеемся, что Икея пойдет навстречу своим дорогим покупателям и вернет данные кресла в ткани и чехлы к ним. Его очень любят салоны красоты, какие-то гостевые зоны, потом часто просят туристические агентства. В общем, места, где принимают людей, где работают с клиентами. Сейчас я сяду покажу, почему просто это кресло. Оно не такое громоздкое, как, допустим, Страдмон. Оно, во-вторых, дешевле по деньгам. То есть, допустим, в коже оно стоит 14, в ткани оно было где-то около 5 тысяч. Мы их, помнишь, да, по многу привозили этих кресел всегда. Оно удобное, то есть в нем комфортно, не жестко, не мягко. Можно посидеть, при этом не развалиться и уснуть. Ну и чувствовать себя комфортно. И смотрится оно лаконично и подходит под любой интерьер. Мы очень надеемся, что Икея все-таки услышит. Ребят, пишите комменты, да, если вам на самом деле тоже, допустим, не хватает каких-то товаров, давайте писать, потому что я знаю, что наш канал представители Икеи смотрят. Хоть нас пока не так много, нас 11 тысяч, там без прям малого, но я думаю, мы вырастем, мы выросли тихонечко, плавно за полтора года. Сейчас мы растем более интенсивно, каждый месяц более тысячи человек нам присоединяются и, возможно, нас начнут слушать. Вот такой вот табурет для ног с ящиком для хранения. Интересный, да, такой полукосмический кораблик? Ротанг. 6 тысяч. Не указано, какой вес выдерживает, а общий вес всего 6 килограмм. Сюда можно что-то спрятать. Так, здесь у нас железо. Какой-то хороший внутренний каркасик. Интересный экземплярчик. Хорошо, кстати, плотно сделано. То есть вот здесь тоже основа. И вот таких вот две черных ноги. Присяду? Ну, он табурет для ног все-таки не для сиденья. Кстати, нормально, плотненький такой. Там внутри основа металлическая прошита, и поэтому не прыгает. А можно я прям не вставая? Уль Риксберг. 8 тысяч. Кстати, адекватный ценник за такое кресло. Тоже ротанг. Сейчас уберем все. Широкое сиденье большое. Вот здесь, конечно, затрется, быстро затрется руками. Сейчас пересел. Сейчас вовнутрь заглянем. А вот здесь уже нет. Планка железная. Сейчас я в нее гляну. Ну, в принципе, неплохо. Наверное, все-таки не для особого отдыха. Расслабиться в нем не хватает высоты, чтобы голову откинуть. Коротковатая. То есть вот шеи чего-то не хватает. Табурет мне больше понравился. Мы в отделе рабочих мест, рабочей зоны. Вот такая вот золотая полочка. Свинсхольд. Интересная полка. Кстати, в Саранскому уже привозили. Клиентка брала очень довольна, но фотографии пока не прислала. Точки крепления. Сама она все-таки такая плотненькая. Можно поставить и цветочек, и книжечки. Интересная, да? Интерьерная полочка. У Идальсена появилась, расширили линейку, появились шкафчики для... Вообще напоминает какой-то сейф заводской, да? Пятерочки. Пятерочки эти, ячейки для хранения пакета. Ну, вещей, которые принесли с собой. 18 тысяч стоит такой шкаф. Здесь у нас просто этикетка, что здесь лежит. Нет замков вообще никаких. 4, 3 шкафа, полочки. И один железный ящик для картотеки. Друзья мои, я не знаю, сколько стоят профессиональные шкафы для этих целей, но мне кажется, можно сделать подобное и бюджетнее. Но не за 18 тысяч. Пойдем покажем. А, вот еще, кстати, новинка. У Идальсена еще шкаф с дверцами и ящиками. Ну, это прям вот натуральный отдел кадров, да? То есть вот точно такой же. Цвет, в принципе, интересный. Вверх как полка используется. Такой серовато-бежеватый оттенок. И внизу два глубоких ящика. Вообще, что сюда пришло? Ой, что-то мне так еще не прям хочется посидеть. Наконец-то тележка, раскук, появилась в черном цвете. Была бежевая, мятная, бирюзовая, красная, какая-то бежево-желтая, но черный не было. Классный, да, телега? Вот черный можно даже в зал, в гостиность, в стиль лофт, подходит. Особенно вот с этим, с бабуковым верхом, который я с ним шпоном покрытая. Понял, да, про какую линейку говорю? Красиво сочетаться. Вот у них одинаковая сетка по плетению. В общем, вот такая красота появилась. Куда только ее не используют. Это и, вот повторюсь, гостиная. На кухню, как островок. В детскую под игрушки. Парикмахеры любят, потому что можно... Там парикмахер, бьюти-индустрия. То есть хорошо везде катается. Она легкая. Четыре колеса. Верти как хочешь. Много умещается. Плюс можно проводить обработку согласно требованиям санкетинга. Так, вот так. Сколько умных слов, да? Так, пойдем эту полку покажем. Из той же линейки, что золотая, есть еще и красная. Окантовка сама красная. Здесь, получается, у нас две полочки. Интересный, кстати, модульочек. Можно и вверх, и вниз подвесить. Если подвесить вниз, то получится три полноценных полки. Раз, два, три. Если повесить наверх, то будет две полки и сверху типа стоечки. Как тебе полка? Две тысячи цвета бы еще разные у железки были, да? Чтобы в разный стиль можно было использовать. Когда мы в прошлый раз снимали стульчики, обратили внимание, что появились стулья Альста. Есть такой же стол. Они железные полностью. Вот здесь вот. Такая вот серединка. Мягкая подушечка идет в комплектации. Такой одеваем. Нет, не одеваем. Одеваем или не одеваем. Сейчас посмотрим чехольчик. Железные ножки. Нет, это комплектация несъемная. То есть вот здесь у нас четыре точки крепежа. Он, конечно, шумный. Его обязательно нужно делать вниз к нему наклеечки фикса. Здесь нет. Так, это классический стул. Какие плюсы у железного стола, в отличие от дерева? Он у вас не треснет. Не развалится, да? И ушатать железный стул. Нужно постараться. Подтягивать болтики. Да, подтягивать болтики. И будет все хорошо. Единственное, что стульчик только черный. Ну, было бы желание, в принципе, все матовое покрытие перекрасить можно. Заморочиться. Слезет, смысл не. Проще оставить черный, как есть, да? То есть обыграть по-другому. Еще вот такой стул хотели показать. Так, друзья, мы в отделе детской. Вернули в ассортимент модуль подвесной IKEA PS. Сейчас он, конечно, стал другого цвета. Мы уже, кстати, привозили. Нас Катюшка пользуется таким клиенткам. Вот такие вот кармашки. Единственное, что сильно большие игрушки сюда не уместятся. Это, возможно, небольшое упущение. Можно подвешивать. А, подвешивать, Дим, тут интересно. В общем, здесь липучка. Вот. То есть. Шкаф. Ну, вот как-то нужно извернуться. Вот купила у тебя жена такой модуль. Говорит, дорогой, мы теперь будем хранить игрушки. А посоветуй. А посоветуй. Куда прикрепить? Здесь у кого детская стена, что я снял? Да, только, наверное. Потому что, если просто крючок, это может и по его лице. Специально вешать штангу нет смысла. В общем, он очень длинный. Ему нужно много-много места. То есть длина у него такая вот офигенная. Длина 6 ячеек. Где-то не указана длина общая. И я не померила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если сантиметров по сорок. Слушай, он больше двух метров. Нет, нет. Соберосно. Даже больше. Больше. Вот смотри, вот это вот до коленки. Вот, да. Я и здесь еще больше. Как два метра с лишним. В общем, нужно еще измудриться, куда его повесить. Друзья мои, это не новинка. Это сковородки Умберлиг, которые в нижнем есть. Линейка выходит из ассортимента. Остались только сотейники и вот такие вот сковороды на 24 сантиметра. Сайты везде дают, что их нет в наличии. У нас есть. Обращайтесь, мы забронируем, выкупим и привезем. Значит, в чем фишка Умберлига? У нас, кстати, самый первый обзор, это сковороды. Да? Были. Кто хочет посмотреть на меня страшную толстую, welcome. Тефлон платинум плюс. Толстое дно с трехслойной конструкцией. Там алюминий. Между двумя слоями нержавейки. Снижает риск пригорания и прилипания пищи к поверхности. В чем фишка данной сковороды? У нее нет никаких пластиковых элементов, ее можно ставить в духовой шкаф. Это надо убрать. Это прямо это, да? Это туда не суть. Заново? Нет. В общем, офигенная сковородка, классный слой теплона. 24 сантиметра средний диаметр. И можно запихать в духовку. Ничего ей не будет. А чтобы закрыть крышкой, в Икее сейчас много-много вот таких вот всяких силиконовых крышечек. На такую сковородку крышка 200 рублей. Вот такие вот детские рюкзачки. 7 литров, вариант синий-белый, вариант синий-белый и есть еще розовый-белый и просто черный. 700 рублей. Вот такой вот интересный рюкзак. Ну, для меня мелковатые лямки. Ну, для меня мелковатые лямки. Это, кстати, сделано специально с защитой, чтобы, если попало дождик, у вас ничего не промокло. Внутри бирка, чтобы подписать чей-то рюкзак. Так, отделения нет. Здесь у нас набор посуды лежит. Вот такой вот рюкзачок. Ну, в принципе, для детского рюкзачка ценник неплохой. Единственное, что лямочки слабоваты, не совсем удобны, может быть. Мой любимый совочек для сыпучих. Вот в этот совок за всего 49 рублей умещается полкило муки. Я пеку хлеб сама, мне очень актуально. Я из мешка беру мешок в другом помещении стоит и тащусь с этим делом на кухню. Совочек очень классный. Больше сказать нечего про него. Плотный пластик и совок уже, ну, сколько он. Он, кстати, не совсем новинка. Месяц два, наверное, да, и будем не меньше он уже. И привозим их постоянно. Именно в офисе их просят посмотреть. Новенькие скатерти. Рундары. Зеленый лист. 1200. Интересное покрытие. Скатерть такая гладкая. Я думаю, с нее будет хорошо все отстирываться. 100% полиэстер. Размерчик у нее 240 на 145. Вот такие вот зелененькие листики. Симпатичнее, да, скатерть? Потом вот такой вот северт. 99 рублей. Она уже хлопковая. 145 на 240. 100% хлопок. Синенькая с окантовочкой. Потихоньку поступает коллекция Аверальд. Африканские мотивы. Все, что сможем, найдем, покажем. Возможно, будет отдельный обзор. Вот такие вот интересные, с различными орнаментами салфетки. Цена 99 рублей. Вот такая вот пачка. То есть, если устраиваете какую-то такую тематическую вечеринку, детскую, нужны яркие пятна, вполне можно использовать. Ну что, на коллекцию Аверальд мы наткнулись в ритмах большого города. Ограниченная коллекция разработана 10 африканскими дизайнерами, посвящена современным африканским традициям жизни в городе. Традициям, которые помогают создавать уют в доме. О, как прочитала, да? Читатель. Во-первых, хочу показать, что нравится сначала мне. Смотрите, вот такие интересные мисочки. Вот такие вот, я даже не знаю, как их назвать, кувшинчики. Птички, да, как будто с носиками? Ну, вообще кувшинчик. Значит, сделано это все дело в Таиланде. А? 249 рублей стоит. Вполне адекватный ценник для ограниченной коллекции. Такая вот она внутри гладенькая, черненькая. А сверху шершавая серая. Два вида мисок, большие и маленькие. Маленькая мисочка 249 рублей. Тоже внутри глянцевая. И сверху матовая. Каменная керамика, цветная глазурь. Большая, точно такая же миска. Стоит уже, о, тысячу. Разница, да? Так. Ой. Мне вот эти штукенцы нравятся. Ого. Сервировочные принадлежности. Три предмета. 1800. Ну, здесь бамбук. И покрашено. Вот такая вот манехонькая лоханька. Средненькая лоханька. Здорово, да? 1800. Миска бланда огромная. Бамбуковая полтора пищи по скидке может за рубль взять. Так. Секто. Да, елжик. Вот такая вот корзина-авиральт. 1700. Черная. Слушай, интересно, да? Можно вместо столика? Здесь, получается, вот такие вот вязаные элементы. Прямо как будто крупным крючком. Ковка. Это они, элементы в пайке. То есть можно вот так. Под подушечки, да? А можно вот так, под столик. Интересная штучка вот эта. Мне нравится. Так, здесь у нас чехол на подушку оверальт 500 рублей. Один в один салфетки. Ой, даже хвостик есть. Там-там-там-там. У нас ребенок везде мелькает. Так, маленький оверальт стоит 700 рублей. Это уже можно использовать как корзину, либо как кашпо. Вот эти два предмета мне понравились. Интересно выглядит. Сейчас посмотрим, на чем я там так качалась. Удобно, кстати, я качалась. Ну, смотри, кресло-качалка 5000. Ну-ка, ну-кась. Железное основание. Железное основание. Здесь пластик. То есть ее можно и на улицу выбросить. Ничего ей не будет. Ничего, рискнем? Ой, боюсь, боюсь. Ой. Слушайте, качай. Красота. И-и-и-и. Гу-гу. Нет, слушай, качалка классная. И не сильно прогибается. Сейчас переверну, покажу, что там. Давай, купим. Ради на говядину, соленый огурец. Такое вот плетение. Внутри здесь тоже металлические прутики обтянуты. Металлический каркас. Возможно, вот здесь будет слабое место, но оно на сцепке. С топора, чтобы никуда ничего не убежало, в принципе. Very good. Задняя стенка тоже полноценная. Можно поставить в любую часть. Еще один чехол на подушку. Этот уже стоит 400 рублей. Наверное, разница в хвостике. Тоже такой разноперстный. Вот такой вот 400 рублей. А вот этот с хвостиком 500. Ковер. Ковров два. Безворсовый. Односторонний. Неплохо, кстати, сделан. Рисунок. Ну, правда, такие африканские мотивы, да? Размер 2х2. 6 тысяч. Нормально, тем не ковер. Так, есть еще обирают неокрашенный безворсовый за 5. 133х195, но это один из небольших размеров Икеи. Здесь получается либо джут, непонятно что. Такая вот серебристая нитка вплетена. Там он в рулончики. И вот сам коврик. Так, чехлы на подушку Уверальд. Это уже синие. Ой, какой приятный. Клевый. Но это только чехол. Внутри еще подушка надо. Кстати, если хотите толстенькую, пузатую подушку, не покупайте Инер за 150 рублей. Купите с ней он за 69. У вас будет толстенько. Да, можно две штуки. Так, постельки в этой же линейке есть. Значит, односпальная у нас стоит 1600, двуспальная стоит 2000. Слушай, хорошую плотность и хлопок. Сейчас мы найдем упаковку. Произведено в Китае. Хлопок. Африканские мотивы, да, в Китае. Ты показал, да, рисунок? То есть они одинаковые. Так, еще у нас что осталось? У нас остались, вот смотри, такие вот интересные баночки для масла. 500 рублей. Что-то как-то, да? Дозатора нет, то есть оно будет выливаться. Ручная работа. Графин 1000 рублей. Эти пробки, кстати, затухают, когда, допустим, там молочка каком-нибудь налили, оставили. Вот такой 350 банк с крышкой. Тоже что-то как-то это... Ждем распродажи. Ждем. Как ты говоришь, распродажи. Всех рассудят, да? Так, чехлы показали. Плед, кстати, покрывало неплохое. А, ну размер маленький, 20 на 60. Это только детскую кроватку подростковую застелать, больше ничего им не застелишь. Двухсторонний. Здесь такой хороший синий цвет. Сейчас я посмотрю, может оно где-нибудь висит? Ой, а вон еще ковер есть. Так, покрывало сейчас мы найдем, покажем. Дай покажем шторку для ванны. В общем, кому в Африку ход за денег нету, или нет времени, покупаем шторку для ванны и устраиваем в ванной Африку. 600 рублей. Хорошая тканевая шторка. Уитейский штор для ванны шикарный плюс. Они офигенно отстирываются. У нас даже после ремонта белая отстиралась, да? Жива-здорова. Так, у Веральт вот такая вот дорожка. Ковер безворсовый. 80 на 2. 100% шерсть. Слушай, для шерстяного коврика. Адекватно, да? Ну-ка. Вот так давай, я рисую, я держу, а ты рисуешь, да? А? Симпатичный? Тепленький прям такой, приятный. Так, а вот покрывальца. Ну тут на стульчик накинуто, может, бомбить не будем, выставку. В общем, внутри вот такая вот синева расплескалась. А здесь такая вот разноцветица. Ну, было бы хотя бы на двухспалку, да? Ну что, по Веральту все. Такая вот интересная коллекция. Абажуры мы уже показывали в одном из предыдущих обзоров, они давно в продаже. Пойдем дальше смотреть. Мы плавненько доползли до отдела шторм. Это все мы вам показывали, но икеишка нас любит и балует новыми цветами. Знавески Тиабаст специально для подписчицы. Забыла, с какого города. Просили нас вчера об этом рассказать, а мы вам вот уже и сняли и выпустим, наверное, да, в ближайшее время. Да, то есть получается 25-26 мая вы уже смотрите этот обзор. Снимаем мы, сегодня у нас какое, 23-е? Да, 23-е, 24-е, 25-е, да что вы смотрите? Значит, Тиабаст. Хорошие шторки, полный блэкаут. При этом это хлопок. Ну, мы миллион раз уже про них рассказывали, только в других цветах. Моя задача вам сейчас передать цвет. То есть вот она зеленца. Дима, попробуй еще на свою камеру, мне кажется, я больно светлю. Да, у тебя пореальнее. Вот, вот это просили именно цвет сам. И Тиабаст есть еще в синем. Вот синий. Еще нашли одни новые занавески. Хиллер Борг, 3000 стоит. Серенькие, плотненькие, альтернатива Майгулу. Но такого цвета нет у Майгула, хотя очень похожий оттенок есть. Вот это Майгул, это новые. Интересно, мне кажется, подобные что-то раньше было, да? Только коричневые. Помнишь, когда мы с Анелой себя искали? Ханлил новые появились. Вот тут надо. Короче, опять дня не хватит. Ханлил новый оттенок. Покажи, пожалуйста, я светлю. Такой вот светло-серый. Пойдем в коврики. Мы в отделе ковров. К сожалению, в Нижнем, даже в Самаре, в официальной группе Кеа Россия, выкладывали уже девчата самарские фотографии, а у нас, ну, нету, в общем, у нас не все у нас есть. Семистет, 2х2, 10 тысяч. Дима, покажи, пожалуйста. Такой вот интересный бежево-красный коврик. Хороший плотный ворс. Заминаться, думаю, не будет. И плохо должен пылесоситься. Вот тоже новинка в точечку. Я не знаю, как сюда занырнуть. Вот. 3 тысячи. А в ситлик. Ну, будет пачкаться. Да, в уходе. Напоминает очень наши пуговицы многострадальные. Так. Новые ковры. 100 НС. Они будут заменять линейку Одум. Одум потихоньку выходит. Очень, кстати, похоже, да, по фактуре. Размер 133 на 195 стоит 5 тысяч. Ценник тоже примерно такой же. Получается такой фиолетово-лавандовый цвет. Бежевый пока. Это из Оверальда коврик. С ниточкой. Мы, кстати, обещали показать. Да, из чего. Да, джутовая пряжа. 98% джут и 2% синтетики. Ну, в принципе, за джутовый коврик ценник адекватный. Еще одни новые коврики. Вон где. Ой, ну это... А нет, хотя помягче, чем который вот у нас бежевый старенький. Потихоньку заменяют коллекции. То есть какие-то коврики приходят, какие-то выходят. Ну, единственное, что... А упаковка-то где у ковра? Вот так и все? И без пленки? Ой, божечки мои. Друзья мои, в общем, имейте это в виду. Вот эти ковры. Это получается, вот эти ковры вести их нужно заворачивать. Без упаковки их не повезешь. Они должны приехать чистенькие. Да их даже на складе. Никуда не сложишь, их надо отделить на полку. В общем, они, знаешь, вот из разряда коврик для ванны. Такой же прорезиненный. Но размер 133 на 195 стирать не получится. Ворс длинный, как у ковриков для ванны. Со временем ворс вот так вот залащивается, заминается. И вот как вот где вы ходите, вот эта вот дорожка затоптанности будет. Потому что один в один были такие же ковры для ванны. Цвета получается сейчас беж и серый. Непонятный для меня коврик. Ванны таких у людей я не знаю, я еще не встречала. Постирать не получится и даже в пленку не завернули. Продается уже, ну для меня это не новинка, продается уже месяца два, бенвет. Но на сайте почему-то до сих пор нет. Значит, компресс постельного белья из трех предметов. То есть это на односпалку, под одеяльник, наволочка и простыня. Простыня ненатяжная. Давай покажем плотность. Все так хорошо забаррикадировали. Средней плотности, по толщине примерно как фергмора. Но никак не давало это. То есть тонковатые, да, видно? Ну и постелька сама средняя. Но сама, кстати, постелька поплотнее. Брали уже у нас в городе, девчонки, довольны. Говорят, что хорошо все эксплуатируется. Не показали мы вам в обзоре тонковат эти полотенца. Неудобно было. Вот они. Хлопковые полотенчики. Комплект из двух штучек стоит тысячу. Размер 50 на 100 и 100 на 50. Еще новые полотенца от Шон. Пока у них два вида размеров. 50 на 100 и 140 на 70. Хорошие односторонние, кстати, махра. Кто не любит очень плотные полотенца, ну, жестковато. 390 грамм. И, честно, чуть дороговато. Мы в отделе хранения и порядок. Очень много интересных штучек появилось. Значит, линейка документ потихоньку покидает. Осталось только серое. Ее заменяет линейка Дерененц. Ешчин ход. Это держатели для бумаг. Потом вот такой вот лоточек для канцелярии. 600 рублей. Интересный лоток, смотрите. То есть его можно просто, да, по отдельности что-то разложить. Знаю, что уже клиенты брали на кухню. Девчонки берут под специи. Нравится. И вот такая вот из этой же линейки подставка для канцелярских принадлежностей. Большое отделение, два малых. И вот такой вот выдвижной ящичек. Девчата брали под мейк, под косметику. Тоже говорят удобно. Вот такая вот косметуленька. У меня уже есть органайзер. Кналбоги. Флисовая. Такая вот интересная сумочка. Наверное, я покажу лучше на свою, да? Три кармашка. Большое отделение. И с обратной стороны тоже самое. Большое отделение. Три кармашка. И внутряжка. В общем, вот такая вот сумочка-косметичка. 400 рублей. Плюс вот эти я тыщу. Вот с такой, какой я, кстати, сейчас приехала в нижний. Вот в этой у меня косметика. То есть сюда уместился тон, праймер, тушь, щеточки, пудреница, кисть и еще куча всего. Вот сюда шикарно умещается паспорт, карточки. То есть такой штучкой можно сходить в магазин. Удобно. Часто беру. Просто из машины беру и топаю. И вот такой маленький пенальчик. Его пока, честно, еще не придумала под что. Так, дальше. Обновилась линейка полок. Ушли полки Эгби, ушли полки Тадален. Теперь у нас полки Бергсхульт разного размера. Моя задача вам сейчас показать качество этих полок. Значит, смотрите. С внешней стороны у нас вот такая вот эстетическая прорезь. И она, соответственно, дополнением идет. Помимо эстетики меньше царапаться будет. Меньше углы будет облизать. Здесь тоже все хорошо проклеено. Цинничек чуть повыше, чем обычно за полки. Но очень классное исполнение. Цвет черно-коричневый и белый. Цветов два. Появились новые консоли. Персгульт. То есть они одеваются. Они просто крепятся. И полка в них так вставляется. Здесь все закреплено неудобно. Покажешь? А, вот эти консоли. Они двух размеров и двух цветов. Серые два вида. И белые два вида. Так, новые виды крепежей. Ну, как новые? Они уже были, были с другим названием. Поэтому особо новинкой я их не считаю. Новые полочки. Фьельба. Это вот как раз с тележкой грунт хорошо сочетается. Вот этот вот металл с деревом. Ясеневый шпон. Бамбук. Тоже полочки. Это кухонная линейка. Ее решили сюда перекинуть. И вот такая вот полка. Аж за почти 4 тысячи лесаба из ясеня. Вот наверху. Далеко задранная, да? Мне кажется, 10 раз ее никто... Но она с крепежами, скорее всего, идет. Так что вот эти стойки должны идти в комплект. Она, видишь, как бы врезная. Тоже выходила из ассортимента. С другим названием вернулась вот эта полка под чашечки. Торнвикин. Здесь три крючочка. Наподобие рейлинга Финторп. Крючки, как у Финторпа. Три кружечки. Мне кажется, при сборке можно еще пару крючков от Финторпа, да? Забубенить сюда, если не под кружки, а под что-то другое. Интересно. Но раньше она как-то понежнее, что ли, была. Нифига не новинка. Белый такой был. Гримоз. Внимали мы его. Решили еще раз показать вам вот такой плафон гримоз, желтый. Очень красиво смотрится. Издалека как будто пластиковый, да? А так бумага. Красивый, желтенький. Но стоит, как полкрыла самолетом. Вот эти подвесные фонари. Фонарь для формовой свечи. Тоже новинка. Они двойные. Здесь крышечка-домик. Может их с таймаком снять? Они розовые и бежевые. Туда пойдем? А мне кажется, мы их уже снимали в каком-то обзоре. Ну, покажем еще раз. Значит, вот такой декоративный элемент. Вот сам фонарь сюда вставите свечу. Уважаемые губернаторы! Представание IKEA для членов клуба IKEA вы имеете в виду специальное предложение. Куточка с корицей и горячей напиток вы можете приобретить всего за 39 рублей. Желательно вам приобрести... Вот такой фонарь за тысячу. Но мы его точно уже снимали. Ну что, мы почти на финише. Мы в отделе оформления. Тоже новые картинки. Пьер Рид. Лиссабон. Марсель. Бангкок. Слушай, интересно, да? Координаты. Тысячу. Каждый на холстике уже натянута. Карта опять появилась. Не новинка, просто пропадала. Гноби сейчас по фэмеле. Тоже, кстати, хороший ценник, да? Так, ну это мы все снимали. Для нас это уже узорчики. Это снимали, это снимали. Маяк. Смотри, какая красота. Смотри, какая красота, да? Маяк белый, офигенный. Сразу такая четкая, яркая картинка. А здесь вообще эффект присутствия, да? Так, ну что? Собачья жизнь уже снята. Это все снято. Наверное, все? Такой вот небольшой обзор новинок. Мы искали, ребята, именно самые-самые последние новинки, которые только-только появились. Возможно, даже что-то еще не представлено на сайте. И стандартно. Не забывайте на нас подписываться. Нам это очень приятно. Вся социальная жизнь в описании. Заходите, добавляйтесь в друзья. Делитесь видео. Задавайте вопросы. С удовольствием отвечаем. Не забывайте, что мы можем отправить посылку или груз в любой регион. Если в вашем городе не такие и посредники, например, не могут вам предвести какой-то определенный товар, ребят, мы можем. Ну, плюс отправка, то есть на ваши плечи ложится. Есть опыт с международной уже отправкой. Есть несколько клиентов из других стран, которые мы отправляем. Так что welcome, обращайтесь. Всегда рады. Не забывайте подписываться и делиться нашим видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok